Промоутер чемпиона мира в среднем весе Геннадий Головкина Том Лефлёр заявил, что победа над американцем Дэниелом Джейкобсом откроет много возможностей для его подопечного. Команда Головкина и Джейкобса вели переговоры по бою на 10 декабря, однако стороны не успели согласовать все детали и перенесли поединок на начало 2017 года. По словам Лефлёра, они пытаются достичь соглашения с промоутером Джейкобса, который устроил бы обоих боксеров. По всем признакам, Джейкобс хочет этого боя, и мы просто стараемся достичь взаимовыгодного соглашения. Как только мы завершим переговоры, сможем что-то объявить на 2017 год. Прямо сейчас у Головкина есть много хороших вариантов, но в первую очередь он должен победить Дэниела Джейкобса. Геннадий номер один в среднем весе, а Джейкобс номер два. Если Головкин победит, то есть много хороших вариантов, будь то Канело или Чавес, который сейчас говорит о бое с ним. Победитель боя Дигейл Джек, тоже хороший вариант. Есть еще и Рамирес. В конце концов, некоторые из дверей откроются, где некоторые из громких имен не только говорят о бое с Головкином, но и на самом деле выйдут с ним на ринг. Портал blowdielbow.com провела параллель между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором. Проводя сравнительный анализ, можно прийти к выводу, что у Головкина с Макгрегором много общего. Они оба обожают силу своих ударов и регулярно этим пользуются. Следовательно, тот и другой мало внимания уделяет аспекту защиты. Однако готовы при необходимости вспомнить об этом навыке, в зависимости от уровня соперника. Хватает же между ними и различий. Конор куда более публичная личность, чем Головкин. Ирландец умело использует свой имидж в рекламе. Если же говорить о любви болельщиков, то здесь Triple G вне конкуренции. Он народный любимец, его нельзя не любить. У Макгрегора же хейтеров в разы больше. Виной тому его вздорный характер и высказывания вне ринга. Карл Фротч рассматривает возможность возвращения на ринг через поединок с Геннадием Головкиным. Кобра, которому уже 39, не дрался с тех пор, как побил Джорджа Грувса в 2014 году. В откровенной беседе о планах Фротча поведал его промоутер Эдди Хирн, который встретился с промоутером Triple G Томом Лифлером в этом уэк-энд. Хирн сказал, Том пошутил на самом деле, но Карл переписывался со мной и спросил, в каком весе Головкин бы дрался со мной. Я ответил, в 172 фунтах, а Лифлер сказал, в 170. Карл завелся, я точно знаю, что Лифлер пытается сделать, заманить его. Я не уверен, что хочу видеть его снова на ринге, но он конкурентоспособный боец. Бой Фротча Головкин был бы одним из самых больших боев, и он все еще может произойти. Субтитры сделал DimaTorzok